Ну что ж, привет всем, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Ну, в принципе, на этот поединок уже высказывали, наверное, по меньшей мере десятки блогеров. Но, друзья, когда я давал, скажем так, прогноз на этот поединок, я не давал какой-то там конкретики, да, в том, кто выиграет. Ну, многие все-таки высказали с ту или иную сторону, ну, не давая при этом, возможно, ставки. Но мотивировало меня снять новое видео даже не это, друзья. Последние новости, которые я узнавал насчет этого поединка, последние комментарии, пресс-конференции, все остальное, друзья. Я даже не давал прогнозы, потому что я как-то жил этим поединком и думал только над этим поединком, ломал себе голову только над ним. Вот, после этого поединка, друзья, все возобновится. Но, теперь, друзья, касательно всего того, что я узнал за последнее время. Железные ставки, друзья, я не меняю на этот поединок, тем более то, что Кэф уже и подрос. Это то, что Уайл не побывает в нокдауне за Кэф 1.35 сейчас. Если было 1.3, то сейчас 1.35, он подрос. Вот, теперь, друзья, что касательно, скажем так, каких-то антропометрии, там данных физических качеств, мощи, техники здесь нет смысла сравнивать, потому что до конца никто не поймет, пока не схлестнется панчер с технарем. Все, это все, скажем так, мы убираем, потому что здесь вычислить, кто лучше, просто, возможно, невозможно. Можно будет только угадать. Но, касательно того, что удалось найти, да, первое, друзья, это то, что, скажем так, ну, мотивация на этот поединок, да, настрой, друзья, тренировочный лагерь, смена тренера и, скажем так, многое другое, о чем высказывался Тайсон Фьюри. Поменяв тренера, друзья, перед таким боем, это, конечно же, пойдет не на пользу. И, скажем так, история это показывает, если там копнуть перед главными поединками смена тренера. Касательно мотивации, друзья, ну, Тайсон Фьюри, я видел то, что лично, где он видел, высказывался то, что три поединка, и ему нечего и некому больше доказывать. Это, конечно же, не слова чемпиона, да, истинного, как бы, постоянные депрессивные такие состояния, в которых Тайсон Фьюри, да, то есть, ну, психология, настрой, то есть, вот, он сам об этом высказывается и говорит. И то, что он считает, что даже победа над Уайлдером, скажем так, никогда бы уже не переплюнула то, что он сделал там, когда победил Владимира Кличко, да, то есть, который доминировал 10 или 11 лет, да, и победа над Джошуа даже того уже, то есть, не переплюнет, да, то есть, добился всех успехов, которых только мог, за журнал Зарин говорил, да, то есть, действительно, здесь мотивация, настрой, и, скажем так, все остальное, психология здесь, на стороне Уайлдера. Уайлдер этим живет, он этим дышит, ему есть, что терять. Фьюри, даже в случае поражения, я считаю, это уже никак не скажется. Он уже всем все доказал, он сам об этом говорит, да, то есть, ну, конечно же, еще главный аспект, друзья, то, что это смена тренера, да, и то, что там говорит о нокаутирующей мощи какой-то, ну, в каком-то плане, друзья, если копнуть, может, там, действительно, он и попробует, там, скажем так, рискнуть в некоторых моментах, зарубиться в ближнем бою, где Уайлдер так, ну, не обладает в ближнем бою нокаутирующей мощью, да, ему нужно с дистанции свою, скажем так, катапульту, правую пушку зарядить и выстрелить. Так же еще, то, что в Тайсон Фьюрик поговорили за настрой, за лагерь, да, за то, что смена тренера, здесь все в преимуществу Уайлдера, да. Теперь, что касательно по последним поединкам. С Томом Шварцев вопросов нет, хороший поединок провел, нокаутировал. Касательно Отто Валена, друзья, не сказать, что ужасный, да, у всех бывают сечки, рассечения, там, да, но все же в плане, друзья, Тайсон, видно, уже был не тот, начал зарубаться, хотя нужно было наоборот, там можно было осторожно перечелкать, да, то есть делал какие-то непонятные, абсурдные, на первый взгляд, вещи, да. Ну, так же еще многие говорили о том, что какой-то там моментальный настрой, когда тебя уже уронили, ты почувствовал удар, там, друзья, ну, мне кажется, это не будет относиться к Тайсону Фьюри по той причине, то, что он своего рода немного психопат, скажем так, псих, то есть ему по барабану, да, после такого реально мог бы подняться, но, как по мне, друзья, только псих. Когда ты падал от невероятной тяжелой плюхи, тебе добавили, и в-третьих, ты еще бахнулся головой о канвас. Подняться мог псих, здесь все объясняет, Тайсону Фьюри на это, скорее всего, плевать. А касательно того, что он показал в последнем поединке, да, с Эта Валлиным, вот тут уже и есть вопросы. Поединок невзрачный, видно, что очень прибавил в весе, скажем так, на взвешивании еще многое, скажем, нам с вами скажут, да, насчет того, в какой форме будет Тайсон Фьюри. Естественно, если он будет за 120 килограмм, то шанс у Вайлдера значительно увеличивается на победу нокаута. Друзья, ну, это, конечно же, можно обсуждать вечно. Давайте немножко за Вайлдера. Ментально, во всем, во всех перечисленных аспектах, то есть настроя, там, мотивации, всего остального, Вайлдер, конечно же, тут является, ну, абсолютным, скажем так, фаворитом. Да, Вайлдеру есть что терять. Он еще никому, по сути, ничего такого не доказал, да. Он доказал то, что он просто, скажем так, лучший панчер в это время, но он не доказал то, что он может побеждать в лучших. То есть Вайлдеру есть доказывать, что из Фьюри, да, возможно, дальше Джошуа. Фьюри всем все доказал. Здесь все. Что еще, друзья? Последний поединок Вайлдер действительно показал нереально крутой с Ортисом, да. Многие сказали, да, после этого поединка в мешок. Я не согласился ни с одним таким высказыванием, да. Наоборот, как по мне, он улучшился в тайминге, он выверенный, и он гораздо лучше всех своих оппонентов справляется в реваншах, да. Вот. То есть Вайлдер, мне кажется, даже в каком-то плане спрогрессировал за последнее время, да. И стал, скажем так, более лучший в том, что он имеет в своем арсенале, да. В своем нокаутирующем ударе, в своем тайминге, в моменте, когда вот именно нужно почувствовать этот момент. То есть, по сути, за все, наверное, 7 раундов Ортис в одном моменте застоялся, и этой секунды хватило Вайлдеру. Знаете, друзья, многие скажут, да, бред, там, говорит Вайлдер, то, что моим противникам нужно быть идеальным 12 раундов, а ему нужно быть идеальным пару секунд. Вот. Друзья, ну, поединок с Ортисом показал, что не бред-то, и бред, скажем так, это, когда люди считают, что это бред, да. А действительно, это так оно и есть, и Вайлдер всегда, в принципе, отвечал за свои слова. Разоваривают, конечно, безусловно, там много, но это все, раскрутка и все остальное от боя. Друзья, исходя из всего, из всего, да, я не брал аспекты, там, удар, там, у кого-то, там, все остальное. Я брал аспект психологии. У Вайлдера в этом поединке есть что терять. Фьюри всем все доказал, друзья. Я, конечно, ничего не уверяю до конца, железную ставку я назвал, она остается той же. То есть, Вайлдер не побывает в нокдауне, и Кейф даже подрос на нее. А касательно, ну, друзья, все так-то я отдаю предпочтение Деонтею, Вайлдеру на этот бой. Во всех планах психологии, мотивации и всех, ну, внешних, внутренних факторов, которые только можно, как по мне, Вайлдер действительно является лидером. Фьюри, как по мне, за последнее время пошел на спад, нежели, там, скажем так, да, улучшаться в чем-то. А Вайлдер, наоборот, если он был на какой-то одной полосе, он немного начал подниматься, да. Поэтому, друзья, если говорить о ставках, ну, 2,4 сейчас на моей конторе предлагается Кейф как Вайлдер нокаутом, техническим, дисквалификацией или отказ, я предлагаю, да. Да, то есть, ну, поскольку, да, я все-таки-то, ну, тоже скажу, что я, в принципе, выявляю фаворитом в этом бою Вайлдера, я описал за счет чего. Также, друзья, если чуть-чуть углубиться, рискнуть, читая то, что с 7 по 12, там Кейф сочнее, 4 с чем-то уже, да, на всех букмекерских контурах по-разному, действительно. То есть, в принципе, в первой половине боя вряд ли, да, поэтому тоже очень неплохая ставочка, как с 7 по 12, то, что Вайлдер. Ну, в принципе, и вот, я думаю, я обозначил, за счет каких аспектов Вайлдера является фаворитом. Не брал я тут ни технику, тут, друзья, сколько копайся, не копайся. Я взял все основные факторы, которые удалось знать, там, связанные, скажем так, с настроем, с мотивацией, с психологией бойцов, да, и по ним уже только выявил фаворита. И, действительно, я считаю, что Фьюри всем все доказал, и поражения для него уже не будет чем-то таким, скажем так, что прям все. Ну что, друзья, как всегда делимся своим мнением. У меня на этом все. Вот такой получился у меня прогноз. Хотелось бы больше мнений, то есть, у кого какое на этот счет. Согласны ли вы с тем, что я сказал, да, в своем прогнозе. Ну, и до новых встреч. А мы будем ждать такого мегабоя.